Приветствую, друзья! Очередная встреча с Алексеем Митином, Натальей Речь. Общаемся на очень важные, я считаю, общечеловеческие и актуальные на данный момент темы. И чтобы наша философия не была поверхностной, мы, естественно, отталкиваемся от науки, от микробиологии в моем случае преимущественно, и какие-то физические процессы, фотоны, биофотоны. И Алексей Митин, больше физика, то есть торсионные поля, волновые, все эти взаимодействия также. И я думаю, передам слово, продолжаем нашу общую тему бессмертия, скажем так, и на уровне организма, и на уровне социума. Ну и вот новые мысли сейчас будут представлены. Алексей? Ну, продолжаем тему. Что касается бессмертия, достаточно такая интересная тема. Очень много разных есть направлений в настоящий момент, которые именно направлены на то, чтобы продлить именно жизнь человека на Земле. Но мне видится здесь несколько другой путь, именно достижение бессмертия. То есть речь идет о достижении бессмертия разума. То есть человек, обладая разумом, вот этой вот некой структурой, которую многие изучают, и чем дальше изучают, тем больше возникает вопросов, что такое разум. Но здесь речь идет о том, чтобы сохранить вот этот разум в других формах существования. Вот мы здесь как бы эту тему обсуждаем. Достаточно долгий, длительный путь, который должно пройти человечество, чтобы прийти к новым формам существования. То есть человек может перейти со временем при развитии технологий. То есть человек, естественно, должен это все сделать самостоятельно, своими руками. То есть так как мы создали искусственный мир в свое время, создали орудия труда, мы их начали развивать и запустили вот этот технологический прогресс. Вот мы сейчас находимся в стадии, когда наши устройства, наши машины, они еще пока отчуждены от человека, то есть не являются неотъемливой частью человека. Вот это называется технократическая цивилизация, когда машины, в общем-то, доминируют, они подавляют волю человека. И в этих условиях человек не развивается, а наоборот идет по пути деградации. Это всем известно, это наблюдаемо в окружающем мире. Но этот путь можно несколько изменить, то есть направить его на развитие именно человека. Потому что мы должны именно сделать так, чтобы способности человека начали развиваться. И техномир, который является продуктом человеческой деятельности, он тесно начал взаимодействовать с человеком. То есть, возможно, будут созданы новые материалы, новая техника. И мы уже перейдем к следующей стадии, так называемую стадию технологическую. Во многих источниках литературы это понятие как бы озвучено, есть, то есть определено. И уже в этой сфере мы будем владеть новой техникой. Техникой, которую мы назвали условно магическими машинами. И сейчас как бы примитивные варианты этих машин мы пытаемся создать, моделируем их. И эти машины, они будут служить человеку именно в тесной взаимосвязи. То есть человек начнет интегрироваться в ту технику, которую он создает своими руками. Можно еще несколько продлить наш взгляд, наш взор в будущее и увидеть, что мы в определенный момент времени, развив вот эту уже новую техносферу, развив способности человека, мы перейдем уже в стадию так называемой биологической цивилизации. То есть человек вполне возможно в тех условиях, он перейдет в другие формы существования. То есть он найдет способы именно продлить свою жизнь за счет других форм существования. То есть разум может быть перенесен на совершенно другую платформу. И очевидно, что эта платформа будет именно состоять из тонких полей. То есть он освоит именно информационное пространство, то есть то, что формирует весь материальный мир, является основой, скелетом всего материального мира нашего, в котором мы существуем. И в этих условиях откроются перед разумом, перед человеком огромные возможности. То есть он может путешествовать по мирозданию, то есть он может мгновенно оказываться в любой точке пространства, его разум может путешествовать по миру. Вот то, что, в общем-то, потенциально ждет человека при определенном пути развития. Но мало кто, в общем-то, задумывается и понимает именно об этом векторе движения. То есть мы должны понять, что только, скажем, взаимодействуя друг с другом, организуя определенные структуры, мы можем, в общем-то, двинуться именно в этом направлении. То есть вполне возможно, если мы не одумаемся, если мы не сможем понять вот этот вектор движения, наша цивилизация может прийти к гибели. То есть мы погибнем в результате именно воздействия на нас техносферы. То есть произойдет разрушение нашей среды обитания, это уже есть, то есть мы уже видим вот эти все процессы. Земля уже находится в неком напряженном состоянии, которое все больше и больше нарастает со временем. И мы с этими процессами не можем справиться. Поэтому, Алексей, я предлагаю нашим зрителям проложить ступеньку, да, чтобы мы проложили ступеньку, ступеньки. И упростили им момент вот этого перехода разумного к другой новой платформе. И я уже делал серию видео на тему светового тела человека. В моем понимании, для того, чтобы была осуществлена какая-либо смена платформы, у нас в теле должна быть очень высокая когерентность. Только когда мы будем отслеживать максимум своих процессов, только тогда, возможно, какая-то телепортация, только тогда какие-то возможные трансформации, метаморфозы на уровне строения тела. И, в принципе, это не какие-то заоблачные технологии. Мы уже очень-очень близки к ним. Более того, ранее эти биотехнологии, они, как бы, можно сказать, доминировали на этой планете. То есть они были неотъемлемой частью этого мира, магического мира. И я уверен, что через чистоту тела, через чистоту помыслов, через концентрацию, через максимальное бодрствование, скажем так, и осознанность, мы можем к этому подойти. Особенно благодаря науке. Вот хотелось бы дискуссию перевести в эту практическую сферу. Какие ступеньки мы уже сейчас можем проложить, как мы можем упростить людям переход? Ну, для того, чтобы упростить людям переход, во-первых, необходимо мотивировать людей на этот переход. То есть мы должны, естественно, соблюдать свободу воли. То есть люди, которые действительно хотят пройти путь преображения, они должны действительно, скажем, решиться на этот шаг. Это достаточно сложный процесс. И мы сейчас уже можем его начать. Начать мы должны, естественно, вот ты правильно сказал, Игорь, именно с преображения в плане структурирования своего тела. То есть световое тело должно стать именно настроенным. То есть это тело должно обрести некую гармонию. Это прежде всего. То есть без гармонии, естественно, без понимания процессов, которые происходят в организме, мы не сможем начать этот путь. То есть нам необходимо навести порядок именно в своем теле. То есть начинать вот эти процессы нужно, естественно, с человека, то есть с конкретным человеком. И уже на пути его преображения объединятся какие-то коллективы, которые будут именно заниматься вот этими процессами. То есть мы должны именно работать из ДНК человека. То есть в ДНК заложены все наши способности. Многие знают, что у человека есть таланты. То есть вопрос в том, чтобы их обнаружить, чтобы вот этот творческий процесс был инициирован. И вот через этот творческий процесс и можно достичь состояния когерентности. То есть когда объединяется коллектив, то каждый элемент коллектива начинает влиять друг на друга. То есть, естественно, мы должны не отделяться друг от друга, а именно строить коллективное сообщество. То есть только в коллективе. То есть вот это движение в будущее, оно именно коллективное. Потому что по протяжении истории это понятно, что люди, может быть, на уровне подсознания понимали, что именно не индивидуализм, а именно коллективизм должен способствовать преображению человека. То есть именно в коллективе. Общая эгрегориальная структура, сформированная правильно, гармоничная, она меняет именно человека, элемент системы. И уже вот эта система, созданная этими людьми в стадии преображения, вот эта система уже начинает воспроизводить новые элементы с теми же характеристиками. Это известный из природы закон, который, в общем-то, и характерен для социальной структуры, именно для социального общества. Ну вот сразу же давайте тогда проведем параллель для зрителей. Вот при Советском Союзе были такие дома творчества, назывались клубами, клуб творчества, клуб народного творчества или что-то такое. В общем, я предлагаю организовываться вот в подобные клубы, может быть, сначала... Поинтересно. Да, клубы поинтересно, да. Можно мотивировать человека именно по его способностям, потому что мы как бы имеем некие предпочтения, чем мы хотим заниматься. Да, вот это нельзя, ну, скажем так, идти в разрез вот этих вот характеристик, которые присущи каждому индивидуальному... Ну, каждому человеку, вот. И развивать именно творческий потенциал. А вот через творческий потенциал возможно вот это объединение людей. То есть мы делаем такие как бы отдельные структуры, да. То есть один человек, он объединяется с другими, образуется озел некий, да, который выполняет определенную функцию в обществе. Ведь обществу требуются различные функции. Это функция защиты, функция управления, функция производства, ну и так далее. Вот, и люди должны определиться, чем они будут заниматься в этой структуре, да. И эта структура, она представляет собой некую сеть. Сеть, где существуют узлы, которые имеют некий функционал. И в то же время каждый узел, он является и универсальным узлом. То есть он может выполнять функции и других узлов при необходимости, да. То есть если, например, возникла потребность функции защиты, да. То есть общее должно мобилизоваться. То есть все должны понимать, что необходимо провести некую мобилизацию, выделить определенные ресурсы и решить задачи. Вот так работает живая клетка организма. Ну и любая, в общем-то, и тело человека, и если брать любую, как бы, биологическую, биологический объект, он представляет собой именно такую структуру, где каждый элемент может выполнять и локальную функцию, и, в общем, такие-то распределенные задачи. То есть они общие для всех этих самых, всех элементов системы. Ну, например, граница, да, граница клетки. Вот эта мембрана, она тоже может выполнять очень много функций на самом деле. То есть могут клетки перестраиваться там и так далее. То есть вот об этом идет речь. То есть вот эта структура, она должна содержать и универсальную функцию, и локальную функцию. То есть каждый узел должен выполнять какую-то задачу свою. Вот когда мы объединимся в такую структуру, это будет уже государственная структура, которая будет распределенная, то есть не будет элиты как таковой, да. То есть элита будет, может быть, в рамках узла, может быть, в рамках каких-то инициатив, ну, людей, которые принимают инициативу. Совершенно верно. Здесь, опять же, будет работать социальный лифт обязательно. То есть эти структуры, они будут взаимозаменяемы. То есть люди, которые, например, уже не могут выполнять свои функции, они будут понимать, что они должны освободить свое место следующим поколением и так далее, да. То есть или же более способным. То есть вот это должно быть обязательно в человеке. То есть он должен понимать, что он не просто индивидуум, да, и все вокруг него крутится, а то, что он часть системы. И вот через вот это понимание, и мы, в общем-то, решим проблему и долголетия, и проблему конечности жизни. То есть мы будем воспринимать себя не как каких-то индивидов, да, вокруг, ну, скажем, центр Вселенной, да, а Вселенная будет наполнена элементами. То есть мы будем уже чувствовать себя некой структурой, да, то есть рождаться, и наше мировоззрение, оно будет иметь, скажем, функцию общественного. Мировоззрение, вот, то, что мы пытались строить на протяжении всей своей истории, вот, и то, что не могли построить в силу того, что у нас техника и технологии еще не достигли такого уровня, как сейчас, чтобы вот эту задачу реализовать наиболее гармонично для всего общества. Не напрягая никого, не вгоняя это в какие-то жесткие рамки и условия, да. Ну вот эти условия сейчас, они, в принципе, создались для того, чтобы организовать такую вот сетевую систему управления. Где каждый человек будет выполнять управленческую функцию и будет получать за это соответствующую награду и вознаграждение за свой труд, за свои усилия и так далее. Правильные мысли, я думаю, нужно остановиться здесь, потому что у меня он пишет, что Zoom конференция через две минуты закончится, какие-то ограничения. Вот, и мы можем продолжить потом в Телеграме. Друзья, в общем, заходите, подписывайтесь на канал Алексея, у него много интересных мыслей, на канал Натали, на мой канал, все ссылки будут в описании. Смотрите новые видео. Благодарю. Спасибо, всего доброго. И мне там еще...